Дмитрий, мы уже не первый день говорим о этом инциденте, особенно... Не первый день замужем. Не первый день замужем, да. И вот видите, 33 раза подавали, и нам 33 раза говорили нет. Но хотелось бы спросить вас как журналиста, как вы расцениваете, во-первых, вот это заявление в прямом эфире господина Артеменко, которое он не имел права, в принципе, озвучивать, зная, что он находится в прямом эфире. Я не знаю господина Артеменко, вообще не знаю, кто это. Я не знаю, что такое нацсовет, и знать не хочу. Потому что свободные люди не должны знать, что такое нацсовет, и чихать хотят на всех. Что касается 112-го канала, я абсолютно уверен, что 112-му каналу продлят все лицензии, и никаких проблем у канала не будет. Откуда уверенность? Вот мы волнуемся. И я вам объясню, а я не волнуюсь, и я вам объясню почему. Потому что надо быть полным самоубийцей, дегенератом, чтобы накануне парламентских, нет, сначала президентских, потом парламентских выборов, если не произойдут парламентские выборы перед президентскими, а такая возможность сохраняется. Чтобы отнимать лицензию какого-то телеканала, тем более у самого популярного информационного канала, каким является 112-й телеканал. Это просто совершить акт самоубийства на людях. Я в это не верю абсолютно, но даже если такое случится, дам бесплатный совет. Уйдите в интернет моментально, и в интернете будут смотреть миллионы людей, даже больше, чем смотрят по телевизору. А вот почему так считаете? У Шустера в свое время вот этот кульбит не прошел так успешно? Он не ушел в интернет. И я ему этого не советовал, потому что у меня не было тогда такой мысли. Если бы она у меня была, я бы Савику обязательно посоветовал уйти в интернет. Я вам хочу сказать о себе. Начнем с малого, с себя. У меня сегодня на моих ютуб-каналах просмотры доходят до 6 миллионов, более чем 6 миллионов просмотров отдельно взятых продуктов. Понимаете, что это такое? То есть миллионы людей отдельно взятые программы смотрят, ну, я хочу сказать, одна из программ, ее посмотрело порядка 12 миллионов человек, которые я записывал здесь, в этой студии. Вечерная. Зачем мне телеканал, объясните, по большому счету, телеканалов не будет через несколько лет, вот я предсказываю это, не будет, потому что они не нужны. Зачем мне смотреть программу в 19-18, если я могу ее посмотреть в ютубе, когда захочу, через свой телевизор? Логично? Уважаемая, пока вы можете и одно, и другое, смотреть программу в 19-18, слушать Дмитрия Гордона, и потом еще посмотреть это в ютубе. Обязательно. Поэтому, слушайте, только на моем канале, ютуб-канале, программу с Еленой Бондаренко, например, записанной здесь, посмотрел миллион 200 тысяч человек, только на моем канале, а всего посмотрели еще миллионы. С Юлией Тимошенко миллион 100 тысяч, и так далее, и так далее. А есть, говорю, продукты, за 6 миллионов ушли. Ну, какой телеканал может с этим сравниться? Но, к сожалению... Поэтому не надо бояться чиновников, не надо вообще никого бояться, вообще не надо никого бояться. Кто такие чиновники? Кто такой надсовет? Кто такой его глава? Я не знаю, фамилию вы назвали. Это все временные фигуры, которые сегодня есть, завтра их нет. Правда всегда пробьется. Ты ее загоняй под плинтус, она пробьется еще жестче. Другое время наступило. Это не Советский Союз, извините, когда 1, 2, 3 канала, 3 кнопки, и знаете, как в анекдоте, когда переключаешь кнопку, первая Брежнев, вторая Брежнева, третья полковник КГБ, я тебе пощелкаю. Другое время наступило. Ты свободен, ты можешь находиться в любом селе Запорожской области и смотреть программы из Лондона или Нью-Йорка, и наслаждаться мировой музыкой, мировой культурой, галереями. Можешь бродить по галерее Уфицы или в Лувре, не находясь в Париже или где-то еще. Понимаете? Другое время пришло. Надо наслаждаться плодами цивилизации. А надсоветы – это все хрень вчерашнего дня. Их скоро не будет всех. Витрий, ну вот если все-таки есть какой-то момент давления политического ли, другого ли, какого-то на канал. Наплюйте, наплюйте. Ведь это потому, что, наверное, в Запорожском селе едва ли смотрят много галереи Уфицы, а вот о политике украинской надо бы, чтобы знали. Именно это стараются регулировать. Хочу вас уверить, что в глухих селах Украины не смотрят и политические программы тоже. Люди давно на это забили, чтобы мы не испытывали иллюзий по этому поводу. Я общаюсь с людьми самыми разными. Я общаюсь с людьми из глухих, забитых сел. И они говорят, мы рано встаем и рано ложимся спать. И программы, извините ваши, мы не смотрим, потому что нам некогда. У нас процесс, сельский процесс, сельский труд, понимаете? Вот, поэтому, кто не смотрел, тот и не будет смотреть. А если вас закроют, что вы, это будет круто. Тогда вы будете вещать в интернете, интернет-канал сделайте шикарный, и вас будет смотреть вдвое-втрое больше людей. Поэтому я вообще предлагаю, чтобы Артеменко, если он дурак, закрыл вас вообще. Закрыл, пусть закроют. Вас будет смотреть больше людей, что вы. Это будет такая популярность, а он себе приговор подпишет. Поэтому плюйте на чиновников, вообще не склоняйте перед ними голову. Они никто. Это люди, которых мы нанимаем за свои налоги, обслуживать нас. Я только так рассматриваю власть. Для меня нет авторитета во власти. Это люди, которых я нанимаю за свои деньги, а я много плачу налогов, для того, чтобы они меня обслуживали, чтобы у меня было чисто в подъезде, чтобы было чисто на улице, чтобы трамваи ходили хорошие, чтобы все было правильно и нормально. Если они не понимают немножко своих обязанностей, им кажется, что они бога за бороду ухватили. Их надо щелкать по носу, по лбу, снимать и не бояться. Бояться их нельзя. Все.